Теперь мы на спорте! Добрый день! Представить полностью мастер спорта России, международного класса по боксу, член российской сборной и победитель недавно прошедшего в Черногории Кубка Европейской Конфедерации Бокса. И с нами также тренер Максима. Это? Сергей Викторович Злобин. Злобин. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в первую очередь, с победой поздравляем. И будем, наверное, отталкиваться и начинать с того, а что же это был за уровень этого турнира, хотелось бы узнать. Расскажите, пожалуйста. Максим, Сергей, можете тоже подключаться. Уровень был высокий, на самом деле. Принимали участие и победители чемпионата мира, призеры Олимпийских игр. Ну, раз это Европейская Конфедерация, то Европа имеется. Конечно, да, конечно, которые достигали такой результат уже по всему миру. Сколько всего участников принимало, сколько боксеров принимало участие в турнире и из каких стран? Кто боксировал, кто был в турнире? Чтобы понимать, да. 154 участника из 30 стран. Ну и две страны были под нейтральным флагом. То есть это фактически уровень чемпионата мира, я правильно понимаю? Или это выше? Ну, это чемпионаты Европы, наверное. Чемпионаты Европы, да. Тем не менее, уровень достаточно высокий. Вы сказали, что две страны выступали под нейтральным флагом, но, насколько я знаю, наша страна выступала под своим флагом и со своим гимном. Да, все верно. Наконец-то. Да, и когда на пьедестал Максим зашел, удалось поднять наш российский флаг Триколор. Да, все верно. Сколько боев удалось провести в рамках турнира? Я провел на турнире четыре поединка. Кто соперники? Сейчас даже не упомнил. Ну, мы-то знаем, собственно, по СМИ. В первом поединке Максим обыграл соперник из Албании, во втором он обыграл Белоруса, соответственно, вышел уже в полуфинал. Да, да, третий с Арменией соперник. В полуфинале Руслан Аскелян из Армении, Асликян из Армении был, а в финале Болгар Есен Радьев, если я правильно прочитал. Итог, в финале победа единогласным решением судей. Какой из четырех проведенных поединков, боев для вас был наиболее сложным? Может быть, подготовка была сложнее к первому, либо наоборот к финальному поединку? Я вам не смогу охарактеризовать. Какой-то тяжелый бой был. В общем, любой поединок, он тяжел по-своему. Все равно люди все разные. Приходилось подстраиваться, все равно ключики искать, что делать, как работать, тактику устроить. То есть, под каждый поединок готовиться. А вообще, изначально установка Сергея давалась Максиму победить или, не знаю, там, участие радиоучастия? Конечно, мы ехали только за победой. Не знаю, у меня как бы внутри так подсказывало, что, блин, ну, надо доказать здесь, если нам там на России, да, там, в финале чуть-чуть там не получалось, чуть-чуть чего-то не хватало, может, там, может, там, судейство чуть-чуть нам не помогло. А бывает такое? Ну, бывает, бывает, да. Два года подряд. Два года, да, как бы, и в финале все время чего-то вот не хватало нам чуть-чуть, может быть. То здесь уже Европа, как бы, здесь такой предвзятости уже не будет, я думаю, что ехали за победой и доказать всем в нашей стране, что мы первый номер и первый номер, грубо говоря, в Европе уже. Заранее ведь вы знали соперников, с которыми придется выходить на рим? Ну, заранее мы только после жеребьевки узнали, да, и после каждого боя, соответственно, просматривали бои. Вот, вот, я к тому, что заранее была возможность, да, познакомиться с участниками, посмотреть, как они в деле. Да, загуглить это все и бои посмотреть. Также соперники, скажу, что очень серьезные, все участники там почти мира были чемпионата, там кто-то до четвертьфинала дошел, кто-то там во втором бою проиграл, как бы, победителей первенств Европы. Максиму, в том числе, с вице-чемпионом Европы пришлось засражаться, упомянули. Вот, как бы, и каждый бой, он по-своему был тяжел. Если там первые бои, они еще там не знали, может, кто-то, как с ним, что, то в финале парень вышел после, посмотрев полуфинал у Максима, как бы, и он вышел, принял тактику... Отбегаться. Да, отбегаться. Просто, да, потому что... То есть не шел на контакт, да? Да, пытался сбегать, как бы, но все равно, когда бегаешь от соперника, тоже силы тратятся. Безусловно. А когда их особо, не особо много, устается тоже так быстро. И, получается, с первого раунда отбегался, и все. Со второго раунда уже начал. Все победы Максимом были одержаны по баллам, так я понимаю, да? Третий бой... По судейству. Полуфинал был техническим нокаутом. Там во втором раунде... Отчитали. ...был нокдаун, и в третьем раунде три раза три нокдауна было. И с явным преимуществом. А финальный бой? Финальный бой, вот, с единогласным решением. Судьи, да, как бы это... Все судьи отдали мне победу. Можно такой вопрос задам? Сколько времени было между боями на подготовку, на восстановление, насколько они плотно между друг другом? В принципе, получается, к примеру, мы сегодня отбоксировали, и до завтрашнего дня у нас вот есть время. То есть 24 часа, да? Или чуть поменьше? Даже меньше, потому что у нас... Мы боксировали в первую сессию с 12 часов. То есть мы, допустим, сегодня отбоксировали, вечером, допустим, посмотрели бои соперника, что он может, что он делает, какие его там нюансы, на что можно надавить, чтобы он проиграл. Что там у него, какие особенности в технике, в тактике. Да, именно. И потом уже на следующий день, буквально, ну, часов 15, может, дается на отдых. Вы боксировали, Максим, в весовой категории до 54 килограммов. Это ваша рабочая весовая категория или приходилось, может быть, набрать вес или, наоборот, скинуть, чтобы его сделать, попасть в эту категорию? — Мой вес ближе к 60 килограмм. То есть я забыл... — Это как там по градации официально? Это средний, легкий вес? — Ну вот 54, 54 — это легкий, да, легкий вес. — То есть пришлось немножко сбросить, да, для того, чтобы попасть в эту категорию? — У меня на тот момент, когда я проходил подготовку еще в Черногории, на сборах у меня было 4,5-5 килограмм. То есть я где-то весил вот, ну, 59, грубо говоря. — Ну, под 60, да. — Да-да. И я за промежуток, вот там, получается, 2 недели сбор был, я за этот промежуток времени вес скорректировал, согнул, то есть... — Как в вашем случае борются с этим, с лишними килограммами? — Это диета или увеличенные физические нагрузки? — Нет, это, в первую очередь, диета, да, пища. — Что ты ешь, за этим наблюдать. — Тренин непосредственно? — Тренин непосредственно за этим следит, Сергей? — Нет, тут сам спортсмен, да, взрослый, да, и он к этому очень серьезно подходит, и вот что-что, вот за этим не надо. — Ну, то есть в интересах спортсмена следить, да, за массой тела для того, чтобы пройти... — От этого, да, зависит все, и выступление на соревнованиях, и также подготовка. Потому что можно согнать за два-три дня, но потом выйти в ринг и ничего не показать. — В общем, все равно свой организм уже знаю. Думаю, не на 100 прям процентов, но процентов на 70 точно знаю, и могу самостоятельно. — Ну, чуть позже, я думаю, мы поговорим вообще в целом о карьере Максима. — У меня еще вот такой вопрос. Одной из особенностей прошедшего Кубка Европейской конфедерации бокса было то, что ринг был установлен на свежем воздухе, соответственно, на открытом воздухе. Есть ли разница, где боксировать, в закрытом зале, либо на открытом воздухе, и насколько подготовка, может быть, особенности отличаются в дыхании, восстановлении и так далее? — Я сейчас вам расскажу. В общем, предварительные бои они все проходили в спортивном зале. Ну, как бы без превзятости, ну, в сторону Черногории, ну, как бы залы там такие сделаны. То есть, я не знаю, СССРовские еще, наверное, постройки. — Душноватые, наверное, да? — Конечно, кондиционеры, нет, вытяжки как бы, как будто не работают. Ну, то есть, на улице было мне поинтереснее, дышится лучше, тем более, там уже под вечер солнце ушло, да. То есть, ну, намного лучше мне было. — А в целом уровень проведения соревнований, там, сам ринг, вот это все, вот, все, что сопутствует, в каком состоянии соответствует турниру такого высокого уровня? — Вот именно финальные поединки, когда проходили на улице, там очень классно все организовали. Трибуны, очень много народу приходило, болели. На мое удивление, на самом деле, болели за Россию прям вообще сами Черногорцы. Я так понимаю, там все равно много русскоговорящих людей живут. — Ну, безусловно. — Возможно, кто-то даже из России туда уехал. — А команда поддержки из Российской Федерации тоже была, да? Ну, как, это наши тренера, наши, там, там, обслуживающий персонал, там, вот, был, допустим, кто, там, билеты заказывает, там, и так далее. И, там, массажисты, там, доктора, то есть, ну, блин, поддержка была вообще здоровская, на самом деле. — Наша-то команда, сколько она спортсменов включала, мы не спросили? — Тринадцать. — Тринадцать? — Тринадцать, да. — Тринадцать человек российской сборной. — Да, тринадцать весовых категорий. — Как в целом ребята, коллеги выступили? — У нас, получается, восемь медалей. Четыре первых, два вторых и два третьих. — Солидный результат. — Да. У парней, у которых, вот, не совсем получилось, там, они пролетели кто в первом бою, кто во втором бою пролетели. Как и главный тренер сборной, там, Виктор Борисович Фархудинов, он опирается на то, что недостаток международного опыта. — То есть, все впереди, да, парни способные, да, как бы. Дышат, но международного опыта не так много. — Ребята тоже с разных городов российских? — Да, конечно, да, вообще со всей страны. — Абсолютно, со всей страны. — Вот у нас по Волжье тут, получается, два человека, получается, с Оренбурга, Габил Мамедов и Явуд Скирова. То есть, мы две медали, два золота принесли нашему округу. — Вот, хочу спросить, сам кубок-то, сам приз, он в чем выражается эта медаль? — Наверное, я даже не знаю. — Да, больше, наверное, в денежном эквиваленте. — Ну и звание тоже. — И звание, да, то, что чемпион Кубка Европы. — Можно я прочитаю, нашел информацию, что призовой фонд турнира составлял 507 тысяч долларов. Все правильно? Победители получили по 15 тысяч, серебряные призеры по 10, обладатели бронзовых наград по 5 тысяч, четверка боксеров, которые уступили в четвертьфиналах по 1 тысячи долларов. По современному курсу получается 15 тысяч долларов, это практически полтора миллиона рублей. — Ну, на сотню умножения. — Да, Максим, если не секрет, уже придумали, куда потратить эти деньги? — На свою семью. — На свою семью, прекрасно. А и тогда следующий вопрос. — Полностью сумму разрешается тратить на себя? — Нет. — Или ты должен тренер с тренером поделиться? — Должен с тренером поделиться, конечно. — Должен все-таки отблагодарить, да? — Должен поделиться, конечно. — У меня вот какой еще вопрос. Удалось ли уже получить эти деньги, потому что сейчас мы знаем, что переводы на российские карты, они весьма затруднительны, то есть как вот с этим, или может вам наличкой отдали, как вот это выглядело? — После финальных поединков мы еще сдавали допинг, то есть сейчас пока допинг утвердится, все посмотрят, если допинг нашелся, то... — То, увы, ничего не получишь, но это нарушение правил. — Ну, я чист, и я уверен, что там все будет хорошо, ничего не употребляю, никакой допинг, ничто не ем, что не разрешается. Вот, поэтому, ну, месяц-два, может быть, и перевод будет. — Понятно. — Для тренера, для Сергея Злобина победа Максима что дает? Для вас тоже какие-то сейчас открываются новые горизонты, там плюс у вас к авторитету? — Ну, конечно, да, это очень приятно для меня, что мы смогли вместе сойтись за такое небольшое время, как бы, вот мы работаем, получается, два с половиной года с Максимом, и у нас как бы, ну, идет рост результатов, рост Максима вот за последний год, он очень прибавил, как бы. — Благодаря чему это все происходит? — Ну, благодаря, я думаю, что это, в первую очередь, да, спортсмена, что он целеустремленный, он отдает себя полностью своей работе, так сказать. — Но иногда бывает тяжело. — Да, и, ну, в первую очередь скажу, что это заслуга первого тренера тоже, чтобы, что увидел он в нем такое. — Ну, давайте озвучим, да, как зовут первого тренера. — Лежнин Алексей Иванович, из города Советска. — Из города Советска, собственно, как и Максим тоже из города Советска, да. — Мой первый тренер, мой наставник, можно сказать, то, что... — Отчасти мой отец, который, да, он, я помню, когда в школе учился, ну, как бы вам так рассказать-то. — Да проще, чем проще, тем лучше. — В общем, учиться я не больно любил, на самом деле, ну, троечник рулый, то есть, блин, оторви, выкинь меня. — Но я и прочитал в статье в одной, что и драться-то вы, собственно, тоже не дрались. — Нет, нет, я никогда не был наклонности к агрессии какой-то. И совсем. Вот, и это... Тренер приходил в школу, отпрашивал, было у меня на соревнования, там, слава богу, отпускали. Для меня это как-то было такое развлечение, что ли, бокс. — Развлечение. — Да, именно развлечение такое, ну, а чем еще заняться? Не знаю, там, гулять, штататься, ну, как-то мне интересно было. — Ну, понимаю, это такая особенность, да, особенность наших районных центров, где, собственно, немного очень занять. — Все школьные годы у меня, да, в основном, вот они вот там, либо там в зале, там, и с друзьями, время было тоже погулять, там, час-два, то есть я особо не углублялся, вот, в эти прогулки, там, то, что вот ты вышел днем, и там, до ночи, там, 10 часов гуляешь. То есть у меня вот было определенное время, там, допустим, я в школе, после школы на тренировку, после тренировки я бывало еще ходил в другие секции, ходил, ну, упомяну сейчас, ходил в хоккей, тоже играл. Ну, мне нравилось, вот, потом там тоже некоторые нюансы произошли, и я решил для себя то, что я буду заниматься только боксом и все. — Угу, то есть полностью сосредоточились именно на этом виде спорта. — Да, да, именно. — То есть, получается, с 11-летнего возраста, да, вы, Максим, занимались боксом? — Да, я занимаюсь боксом с 11 лет, был перерыв у меня, я 8 класс вообще не занимался, вот, там, играл в хоккей, занимался другими, там, какими-то секциями. — Искал себя, это называется, да? — Да, искал себя. — Пытался еще что-то такое подыскать. — А потом в какой-то момент, там, осознал то, то, что все-таки бокс — это более подходящий вид спорта для меня. И все вот в 9 классе уже целенаправленно, осознанно, я начал серьезно заниматься. — Пока в школе учились соревнования, какого уровня выигрывали? Участвовали, выигрывали? — Я, получается, я в 9 классе, когда пришел заново в зал, уже для серьезных занятий, да, вот, уже настроен был на то, чтобы, там, какой-то результат добиться, там, разряд какой-нибудь, там, звание, то я за этот год, я стал финалистом ПФО. — Приворского федерального? — Да, да, по юношам, получается, там, 16-16 лет. — И это уже открыло путь к какому званию? — Ну, мне первый разряд тогда присвоили, да, я был третий, ну, третий разряд у меня был юношеский, а мне первый присвоили. Ну, то есть, это был вообще такой большой скачок, я там провел 4 поединка, боксировал с такими ребятами, там, кандидаты-мастера спорта, а я там со своим третьим разрядом, у меня даже, помню, перед тем, как карточку заполнять, личные данные, тренер говорит, у тебя что, сколько боев-то? Я говорю, 16 боев у меня. Он говорит, что-то мало, давай напишем 27. Я говорю, ну, давайте, пишите. То есть, я боксировал на таком уровне с 16 боями, а там парни боксировали, у них там по 50, по 80 боев, вот все соперники, которые были, ну, как-то так вот. — Ну, потом КМС-то был все-таки? — Да, был уже в дальнейшем, там, 16-й год, когда уже я начал учиться в колледже тоже в советске, то есть... — Вы учитель физкультуры по образованию, я так смотрю тоже, подсказываю. — Учитель физкультуры, да. — Ну, а, собственно, когда мастер спорта звание было получено? — Мастер спорта, я выиграл турнир в 17-м году, в декабре, и в 18-м году мне уже там в апреле вроде присвоили его. То есть, я, получается, кандидата мастера спорта выполнил 17 лет, а мастера спорта уже 18. То есть, вот у меня эквариант был один год. Ну, здорово, так неожиданно получилось, на самом деле. Многие мастера спорта пытаются выполнить, у них не получается. — Трудно на эту ступеньку. — Конечно, да, я даже не думал об этом, не думал о этом звании, просто думал, о, кандидат, уже классно, все, здорово. А потом раз так, туф, раз мастерский турнир выиграю, второй мастерский турнир выиграю, и все, мне присвоили. — Сейчас, чтобы уточнить, Максим, вам 24 или 25? — 24 года. — 24 года. Ну вот, чтобы представлять, да, 17-18 лет, и сейчас 24. — Я вчера, можно ремарку ставлю, вчера, когда готовился к программе, залез в социальные сети Министерства спорта и туризма Кировской области и насчитал за полтора года 33 упоминания имени Максима Кузнецова в различных постах. Мне кажется, это одно из самых упоминаемых имен в кировском спорте за последние годы. — Максим Сергей Викторович, вы уже привыкли к такому вниманию, к себе? — Ну, я думаю, что да, результаты показывают, как бы, и показывают Максим, и, соответственно, это упоминание, и Министерство спорта, что у нас есть такой спортсмен, как бы, развиваемся, работаем в этом направлении, чтобы у нас умножались результаты и развивались другие виды спорта, и, соответственно, бокс тоже. — Главная задача — популяризировать спорт, чтобы дети занимались спортом, а не бездельничали. — Я надеюсь, что после победы Максима в его родном Советске в секцию бокса пойдут дети, которые захотят равняться на него и быть похожим, добиться таких же результатов, успехов. — Как, кстати, в Советске дела с боксом-то обстоят сейчас? — Есть ребята, неплохие ребята есть, трудолюбивые. — Я думаю, да, и пополнят залы в Советске, новые ребята. — Ну, в общем, секции есть. — Есть, конечно, да, есть, тренеры есть. — Даже не одна секция там. У нас работают два тренера, вот, получается, Алексей Николаевич и Алексей Иванович. И еще один тренер есть — это Владимир Иванович. Вот они трудятся, молодцы. Это так сказать. Вот Владимир Иванович Алексеевич — мои первые наставники, потому что там ввиду учебных обстоятельств приходилось заниматься и в другой секции. То есть каждый внес свою лепту в то, что я имею сейчас. — Еще не поинтересовались, поговорили о начале карьеры Максима. Как ваша встреча произошла, Сергей, Максим? Два с половиной года, вы сказали, да, уже совместно? — Мы сейчас вам расскажем. — Расскажите, как так получилось, что ваши пути... — Сейчас вам расскажу. — Скрестились, да, Сергей. — В общем, живу я в Советске, там, после армии пришел в двадцатом году, получается. — А, отслужили такие, да? — Я, да, отслужил. И что-то как-то себя найти не получалось, и надо было уже начинать работать. И у меня были мысли-то вообще, ну, связать свою жизнь... — А специальность уже учителя физкультуры получена уже, да? — Да, конечно, я доучился перед армией. И у меня как бы возникло желание зарабатывать и связать свою жизнь с госслужбой какой-нибудь. И пытался в это направление уйти, в частности, там, в военизированное подразделение и так далее. — Понимаю, ну, силовые структуры, да, рассматривали в качестве места работы. — Вот, и пока готовил документы, мой тренер Алексей Иванович не хотел меня отпускать, всякие методы пытался меня, короче... — А в зал-то обратно вернулись, да, после службы в армии? — Правильно, да, я пришел, я продолжил заниматься, там, готовился, потому что надо было сдавать нормативы, причем такие неплохие. Вот, и начну опять, вернусь чуть-чуть назад. То есть я проходил подготовку, и тренер говорит, а что, может, побоксируешь? Я говорю, блин, я не знаю, я еще пришел с армии, у меня вес был, ну, набрал вес. — Раздобрел это называется. — Раздобрел, да. Раздобрел так, что, блин, вот сейчас я боксирую 54. А после армии перешел весил 65-66. — Ну, это нормально, причем, ладно бы, это еще там, как-то это, какие-то жировые отложения были, ну, в основном мышцы. — В хорошем смысле плотненький, да, как говорят. — Да, в хорошем смысле плотненький, да, был. И вот, потом мы съездили на этот, на «Спартак» в 21-м году, это Федеральное спортивное общество, там, дает выход на Россию. Мы там провели четыре поединка, в финале немножко меня там подзасудили, потому что я считаю то, что я выиграл тот поединок. Ну, да ладно. Потом съездил на ПФО, тоже 19-22. Отбоксировал, там тоже меня в финале это... — Тоже? Не все в порядке, да, с убийством было? — То есть, вот, и благодаря «Спартаку» меня допустили на «Россию» 19-22. И вот, и был у меня такой момент, то, что я... Надо ведь и деньги зарабатывать. — Понимаю, да. Взрослый человек уже, да, нужно обеспечивать. — И я через друга устроился на пилораму советский. И работал я на эстакаде. Такая штука, куда бревна скидывают, и ты там специальным крюком таким тянешь на тачку и потом в цех завозишь их. — Тянешь и на длинточный... На распил, да? — Да-да, на распил. То есть, сначала их на большую такую тачку на рельсы, потом вот эту тачку по рельсам затаскиваешь в цех. Вот. С восьми до пяти я был там, вот, с понедельника по пятницу работал. — С восьми утра до пяти вечера? — Да, конечно, да. С восьми утра до пяти вечера. И потом в шесть часов я шел на тренировку и готовился к России. — А где встреча-то вот эта произошла? — Прошу прощения, я смотрю на время. У нас подошло время небольшой рекламной паузы. Нам нужно сейчас прерваться будет на полторы минуты. Напоминаю, что мы общаемся с Максимом Кузнецовым, победителем Кубка Европейской конфедерации бокса. Соревнования прошли в Черногории. И также с нами тренер Максима Сергей Злобин. Скоро продолжим. Продолжаем наше общение. Это программа «На спорте». Антон Погодин в студии. — Владимир Сметанин. — Да, и наши гости. Еще раз напомним. Антон, пожалуйста. — Да. Напоминаю, что у нас в гостях победитель Кубка Европейской конфедерации бокса Максим Кузнецов и его тренер Сергей Викторович Злобин. — Мы немножко там в Советске остановились на пиларе. — Да, я сейчас вкратце не буду. Это больно разглагольствовать. — Перегорелый людям дождь, завалив рекламы. — Да, да. В общем, работал, готовился. Потом мы съездили на первенство России 19-22 с моим первым тренером, с Алексеем Лежниным. Вот. И там завоевали третье место, стали призерами. Ну, здорово как бы получилось. Там немножко опыта не хватило. Именно там не то что соревновательного, да, и в поединках как просто восстановление. — Понимаю. — Да, я не восстановился там. — Не удалось на 100% набрать прежнюю форму. — Да, да. Вот. И потом возникла мысль с моей девушкой переехать в Киров. Мы переехали в Киров, и я искал тренера здесь. — А, ну то есть вот не оставляли вообще желания туда? — Нет, нет. — То есть мысль-то была о том, что надо продолжать развиваться в спорте. — Да, да. Вот. И получается, я присматривался к многим тренерам здесь. Особо не так много. Тренера четыре, пять. — А куда в первую очередь-то пошли? — Я приехал в Юность, потому что у меня тренер, тренер, как сказать, он работает на Юность, только у них филиал как бы в Советске. — Угу. Юность — это дворец единоборств. — Дворец единоборств. — В парке Победы, да. — В парке Победы, рядом с парком Победы. — Да. Вот. И получается, я пришел в этот, в эту шор Юность и там занимался. На то время еще Сергей Викторович не работал там. — Угу. — Вот. И я думал, с кем, блин, мне продолжать свою работу. Мне нужно было, чтобы меня и на лапах кто-то подержал, чтобы, ну, отработка была с тренером. И потом я вспомнил то, что есть Сергей Викторович. — Угу. — Потому что опыт у нас был, мы уже работали вместе, да. — О-о-о. Да, поясните, когда вы впервые познакомились? — Да, я даже не помню. Вы помните, нет? — На соревнования где-то, наверное, виделись? Или на сборах? — Да. У нас тогда были сборы перед «ЦС Динамо» как раз, и мы уезжали на базу, так сказать, у нас лагерь был двухнедельный, а нет, три недели. — Три. Нет, две было. Две. Я помню, две было. — Вот. И мы непосредственно готовились к этому турниру. Там еще тоже ребята были на «Авятске». Вот. И все тогда ребята очень хорошо показали результат на «ЦС Динамо». Максим стал тогда первым. И, да, взял путевку на чемпионат России. И там еще Илья Семин также стал бронзовым призером. Не изменяет память. Как бы все, кто проходил подготовку, они все очень хорошо выступили. — А как вот это выглядело? Максим звонит вам, Сергей Викторович, и говорит, Сергей Викторович, хочу тренироваться у вас. — Я даже помню те моменты, да, сейчас вам расскажу. В общем, я вспомнил то, что вроде, блин, есть молодой тренер, Злобин Сергей Викторович. Думаю, надо, блин, как-то связаться. А мы в ВКонтакте подписываем друг на друга. Я сначала написал. Потом мы созвонились. Я говорю, что вы, тренируете? Нет. Он говорит, нет, я не тренирую, я ушел. Я говорю, блин. Он говорит, ну вот тут хочу как бы тут начать. Ну, на коммерции там что-то вроде когда хотели работать. Вот. Я говорю, блин, ну, поддержите меня на лапах. Говорю, просто я не знаю, кому идти, проанализировал и хотел бы с вами продолжить свой путь. — Ну, в общем, давайте встретимся, давайте поговорим. — Да, встретились, да, позанимались все. Потом там в юность приезжал, меня на лапах там держал периодически, потому что все равно мне нужны вот эти вот элементы тренировок. Без них на самом деле вообще никак. И вот. А потом как-то так раз-раз все так поменялось. И потом Сергей Викторович работает в юности. — То есть Максим трудоустроил Сергея Викторовича в юность, получается? — Нет, совсем нет. Это вообще от меня не зависит никак. Это издержки обстоятельств. — Помог, помог в трудоустроении. — Я чуть-чуть добавлю. В тот момент, когда мне Максим связывался со мной, как раз там я работал на стройке у своего очень близкого товарища. И он тоже звонит вроде, подержите меня на лапах. Я вроде, ну, подержу, но тоже после работы, после стройки ехать на… — Понимаешь, силы уже не те, но я выбирал один день хотя бы в неделю, чтобы посвятить Максиму, чтобы что-то он как бы… — Потому что у нас спортсменов такого ранга нету, это единицы. Вот. И потом все так сложилось, что мы оказались вместе, работаем вместе и результаты показаны вместе. — За этот промежуток времени работы вместе у нас два чемпионата, мы финалисты и вот победители международного турнира в Сербии, победители международного турнира Кубка Конфедерации Европы. — Насколько вы сейчас, Сергей, активно тренируете, Максима? Что за распорядок в неделю сколько раз? Каждый день, нет? — Ну, конечно, каждый день. — Ну, как бы у нас два-три дня работаем, день отдыха, два-три дня… — Подряд, два-три дня подряд, потом небольшой отдых. — Когда уже у нас идут там непосредственно подготовки, да, там по две тренировки в день. — Там интенсивнее уже все идет. Справедливости ради, мы про вас все как про тренера, у вас-то какая карьера в боксе? Поделитесь. — Ну, я тоже сам занимался тоже, получается, с девяти лет, вот, провел тоже в районе ста боев. — Боевенков? — Да. — Да, вот, призер Санкт-Петербурга, да, получается, там… — Кубок, чемпионат Санкт-Петербурга? — Нет, первенство. — Первенство Санкт-Петербурга. — Да, вот, также призер, фу, победитель, говорю, призер первенства Санкт-Петербурга, также победитель, призер, финалист международных турниров там в Абхазии, в Киеве, в Молдавию ездили, как бы. Так все шло, очень хорошо тоже, но потом пришлось мне перевестись, учился в Лесговте, и пришлось перевестись сюда по семейственным обстоятельствам, и уже завершал боксерскую карьеру здесь, выполнил норматив мастера спорта, победитель этого мастерского турнира в городе Кирово-Чепецке. — И все после этого завязал и перешел, как бы, на тренерскую работу. — Пара минут у нас остается. — Что ждет ваш тандем впереди? Какие турниры, поединки впереди? К чему готовитесь? — Сейчас нас ждет восстановление, в первую очередь. — Что такое восстановление? — Ничего не делать? — Да, это просто отойти от бокса, заняться другим делом, каким-нибудь, не знаю, там, активным отдыхом. В этом, в январе у нас будет восьмерка сильнейших, это опять там будут рассматривать достойных людей, кто поедет уже на чемпионат Европы. — А сам чемпионат Европы когда? В следующем году тоже, да? — Да, в следующем году, получается, в феврале вроде. — Февраль месяц, да, там, если не изменяет память, Италия. А восьмерка сильнейших это? — Восьмерка сильнейших это в России. — В России, российские спортсмены, да, среди восьми ведущих будут выбирать? — Пока только, пока, да, вот, на это настраиваемся, и все. — А если заглядывать в более отдаленную перспективу, там какие могут быть планы? — Ну, пока не могу сказать, но там очень график насыщенный, нам здесь озвучивали, как бы не будем... — Пока еще, да, это... — Вот ближайший старт, это вот восьмерка сильнейший, и подготовка потом, если он успешно у нас пройдет, подготовка к чемпионату Европы. — Ну и, наверное, один из самых последних вопросов, я его хотел задать в самом начале. Вопрос банальный, простой. Максим, есть ли авторитеты в боксе, на которых хочется равняться? — Ну, в одно время мне нравился, как бы, Рой Джонс, очень такой техничный боксер, хитрый, техничный, бьющий, такой разносторонний вообще, интересный. То есть я долгое время, как бы, и на данный момент тоже один из моих кумиров, очень часто на ним наблюдал, да и все, наверное. — Ну, мы желаем, чтобы уже Максим Кузнецов становился для все большего количества начинающих спортсменов боксером таким... — Ориентиром. — Умиром, звездой, да, достижение которого нужно ориентироваться и стремиться к новым победам. Благодарим, истекает время нашей передачи, еще раз напомним наших гостей. — У нас сегодня в гостях был Максим Кузнецов, победитель Кубка Европейской конфедерации бокса весовой категории до 54 килограммов, и его тренер Сергей Викторович Злобин. — Спасибо еще раз с победой, новых успехов, и будем надеяться, что не последний раз общаемся, обязательно встретимся еще. — Спасибо, удачи. — Спасибо, удачи. — До свидания. — На спорте!